Областной конкурс «Театральная весна Подмосковья» состоялся в Щелкове уже в третий раз. В этом году свои постановки показали более 30 коллективов региона. Уже по традиции фестиваль творчества проходил на сцене Театрально-концертного центра «Щелковский театр». Вот уже третий год «Театральная весна Подмосковья» проходит в городском округе Щелкова под эгидой Министерства культуры Московской области, за что большое спасибо нашему коллективу Министерства, нашему министру Ирине Михайловне Харламовой. Сегодня у вас здесь, на этой площадке, замечательные площадки, где царит атмосфера доброты, творчества, понимания. Я видела сегодня только улыбки, только счастливые глаза. Постановкой на тему истории малой родины поприветствовали присутствующих в зале участников конкурса и гостей артисты Щелковского театра. 500 лет назад наш город впервые был упомянут в исторических документах. «Там, где в годы стародавние жили кривичи-довятичи наши пращуры славянские». Сравнить, каким был Щелкова сто лет назад и какой он сегодня, можно, посмотрев выставку фоторабот, представленную в поле Театрально-концертного центра. Оформлена она необычным образом, и это не случайно, ведь театр начинается с вешалки. А театральная весна Подмосковья началась с выступления самых юных артистов, ребят до 12 лет. «Должно быть вкусно! Скорее надо попробовать! Делай что! Это самые элитные и дорогие духи! Тут собра покупаешь лучшим сортом! Разве так можно?» Постановки оценивала строгая, компетентная жюри конкурса. «Это всегда интересно. Жюри, который у нас работает профессионально, оно в восторге от того, что не умирает театр, что он живет и продолжает жить, несмотря на наши пандемии и все передряги, которые мы пережили всем обществом вместе». «Вообще, мне кажется, это стало такой хорошей, доброй традицией в городе Щелково, вот этот областной открытый фестиваль для театральных коллективов, потому что такие фестивали должны жить». В самой младшей возрастной группе Щелковские актеры, ребята из творческой лаборатории «Триам» заняли первое и второе места. Маленький исполнитель Степан Фомичев был удостоен звания лучшего актера первого плана за свою роль Незнайки. Награду вручил председатель жюри конкурса, заслуженный деятель искусств России Александр Бармак. «Выходи сюда, Степан, давайте ему поаплодируем! Ура! Ура! Ура!» «Это просто первый фестиваль, на котором я выступаю». «Конечно же, они переволновались сегодня все, они переживали, но в такие моменты это служит и огромным стимулом, и в очередной раз, ну, наверное, показывает некий уровень подготовки, к чему идти, к чему стремиться». Всего же на конкурсе было представлено три возрастные номинации. Победителей и призеров определили в каждой группе.